Трагедия в Каспийске. Двухлетний ребенок погиб, упав с девятого этажа. Эксперты призывают установить оконные ограничители, чтобы избежать подобных несчастных случаев. Братство без границ. Из Юждага в Чародинский район. Представители Табасаранского джемаата провели автопробег, объединивший сотни людей. Теракт в Беслане. Трагедия в Кокус-Сити-Холл и жестокое нападение на синагоги и церкви в Дагестане. В столице республики масштабно отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Серебром из Парижа. В Дагестан вернулся вице-чемпион паралимпийских игр по тэквондоли Схап Рамазанов. Сотни болельщиков встретили спортсмена в Махачкалинском аэропорту. Дагестанцы с каждым годом все усерднее выражают свою любовь к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение, через изучение его биографии. Об этом сказал муфти республики шейх Ахмад Афанди в своем поздравлении по случаю наступления месяца рождения пророка Мухаммада Рабиуль Ауэль. Духовный лидер отметил, что знание биографии посланника Всевышнего помогает нам понять, насколько великим он был человеком. Он также подчеркнул важность участия в коллективных мероприятиях, на которых восхваляют пророка и вспоминают историю его жизни. Любовь к посланнику Господа, мир ему и благословение – это высшее проявление богобоязненности и основа любви к Всевышнему. Пусть Аллах вселит в наши сердца любовь к Нему и сделает так, чтобы мы оказались в числе благочестивых людей. В Коране сказано «Смысл». Посланники Аллаха, мир ему и благословение, для вас прекрасный пример для тех, кто надеется на Аллаха и судный день и поминает Аллаха много и часто. 21 аят Суры Аль-Ахзаб. Пример пророка, мир ему и благословение, помогает нам быть терпеливыми и стойкими в испытаниях, ограждает от смут и насилия. Мы молим Творца ради рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение, о защите нашего Дагестана, России и всего мира от бедствий и конфликтов. Пусть Всевышний одарит всех нас силой и благодатью, наполни сердца любовью к его посланнику, мир ему и благословение, и поможет во всем следовать его примеру. Аминь. С уважением, Муфти Дагестана, шейх Ахмат Афанди. В Каспийске произошёл несчастный случай. Двухлетний мальчик сорвался с девятого этажа одного из домов по улице Ленина. Соседи незамедлительно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, ребёнок скончался ещё до её прибытия. К моменту приезда бригады скорой медицинской помощи ребёнок без признаков жизни. Констатированная смерть до приезда бригады скорой помощи. В результате травм несовместимой жизни. К огромному сожалению, в последнее время участились случаи упадения детей из квартиры, многоэтажных домов в городе Каспийске, а также в Дагестане, да и во всей России. По данным ряда телеграм-каналов, Каспийск, к сожалению, занимает лидирующие позиции по числу таких трагедий. Эксперты в очередной раз напоминают, что москитные сетки не предназначены для защиты от падений и не могут служить надёжной преградой. Для предотвращения подобных случаев крайне важно установить оконные ограничители, которые помогут избежать беды. Можно, наверное, только сказать о том, что не оставлять маленьких детей без внимания старших, а также предусмотреть, наверное, те ситуации, возможные, которые связаны с окнами, с блокираторами, с фиксацией, так как действительно маленькие дети, проявляя интерес, любознательность, они могут подвергаться опасности. Добираться в Махачкалу и Каспийск стало сложнее. Автобусы по этому маршруту на дорогах стали появляться реже. По данным министерства, сбои касаются работы метана, а троллейбусы и вовсе перестали ездить. Причина заключается в высокой степени износа общественного транспорта, а также в плохом финансовом положении пассажирских автотранспортных предприятий. Отметим, что Махачкалинское троллейбусное управление получает средства из бюджета Махачкалы как субсидию на компенсацию за высокую стоимость проезда. Не забывать о тех, кто трагически погиб от рук террористов, помнить героев, отдавших свои жизни, чтобы спасти невинных, и всегда противостоять тем, кто безжалостно оставляет кровавый след в истории. В День солидарности в борьбе с терроризмом в историческом парке России «Моя история» прошло тематическое мероприятие «Наш мир без террора». На сегодняшний день, когда появляется в обществе вот эта экстремическая составляющая, и с этим надо бороться. Бороться в плане профилактики, рассказывая, показывая, к чему приводят такого рода действия, и что является неправильным и нечеловечным, можно сказать, по отношению к другим людям. Теракт в Беслане, трагедия в Крокус-Сити-Холл и жестокое нападение на синагоги и церкви в Махачкале и Дербенте. Гостям мероприятия показали видеоролики о трагических событиях, которые потрясли не только Дагестан, но и всю страну. Для меня терроризм – это угроза, в первую очередь, национальной безопасности, которая приводит к бессмысленной гибели людей, повреждению имущества и так далее. В первую очередь, конечно, нужно провести проверки в школах, в университетах, какие-то беседы с учениками, с учителями, для того, чтобы это как-то предотвратить, объяснить детям, ученикам, студентам, что это плохо. Особое внимание на мероприятие было уделено важности борьбы не только с физическим насилием, но и с психологическим давлением, манипуляциями и искажением информации. Представители Миннации Республики призвали регулярно работать с молодежью. Надо быть всегда на чеку. На чеку в рецепт воспитательной работе своих детей. Что в семье, что в школах, что в учебных заведениях. Все знать человек не может. Он может оказаться в любой ситуации. По своей воле, по своей неволе. Просто, я еще раз говорю, из-за любопытства можно оказаться в ситуации. Всегда надо отдать, вперед смотреть, к чему можно привести вот такие необдуманные действия. Конечно же, работа проводится. Проводится и в институтах, и в школах. К этой работе активно подключается духовенство Республики. Представители Муфтиата Дагестана регулярно посещают учебные заведения, где общаются с молодым поколением. Они напоминают о том, что следовать за псевдобогословами опасно, особенно в моменты, когда террористические группы начинают активизироваться. У нас во всех городах, в 10 городах республики и в 42 районах проводится огромная работа. Это наши сотрудники отделов просвещения, в которых минимум в команде есть 5 человек, и которые на местах привлекают имамов. Даже есть какие-то школы, которые нам закрыли двери. Эта школа другая, любая организация. Только потому, что они не знают, о чем мы будем говорить. Только одна встреча достаточно будет понять, к чему мы призываем. Тамара Смидова, Шамиль Хирея Сулаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. С двумя 16-килограммовыми гирями на высоту более 4 километров. Такой рекорд установил пенсионер Эмин Ибрагимов на вершине горы Шабуздак. Символично цифре своего возраста он совершил 65 толчков. Это не первые его успехи. Такие результаты он ставит почти каждый год. И гири – его любимый спортивный инвентарь, с которым он дружит на протяжении уже более полувека. Дагестан всегда славился единством народов. Очередным доказательством этому стал автопробег жителей Южного Дагестана к зиарату шейха Мала Мухаммада. Он был наибом и мамашамиля, представителем табасаранского народа. В те времена шейх переселился в село Машоб Чарадинского района, где и был похоронен. С делегацией табасаранского народа выехали в село Машоб Чарадинского района для того, чтобы почтить память выходца из табасаранского народа Мала Мухаммад, который похоронен в этом же селе, для того, чтобы укрепить наши братские отношения с теми людьми, которые приняли его в тот период, его потомками. Подобный масштабный визит в горный район представителями табасаранского джамата проводится впервые. Здесь их ждал радушный приём. Описывал его великий шейх, учёный, автор многих книг. Шейх Шуайба Фанди Кудеса Сиру. Для гостей скажу, вот напротив на горе, Багину село напротив находится. Он описывал его, говорит, шейх чистый отца Кескверна. То есть, говорит, человек чистой души. В автопробеге участвовали представители молодёжи и старшее поколение. Все были объединены общей целью – показать пример единства и тёплых братских отношений среди дагестанцев. Сегодня мы приехали сюда, чтобы укрепить братские узы, чтобы провести совместный мочилист. Приехали мы с молодёжью, с детьми, так как хотим показать им пример достойных людей, достойных людей ислама, чтобы они на этом и воспитывались. Очень благополучная поездка получилась. Огромную благодарность хочу выразить лицей имама Тарадинского района и всему Тарадинскому джиату, особенно жителям села Машаб. У нас разные языки и традиции, но всех объединяет одна общая история. Этот автопробег показал, что среди дагестанцев немало тех, кто чтит память предков и хранит те духовные ценности, которые они нам передали. А главное, есть единое стремление к процветанию нашей Родины. Как только мы услышали, что к нам собирается большая делегация Табасаранского района, джамат нашего села, кто где живёт, начиная с Кизеляра, Махачкала, Чубе, Богатырёвка и т.д. Цуры, все собрались как один. Естественно, конечно же, мы были этому очень рады и очень горды, что в нашем селе впервые проходит такое большое мероприятие. Мы собираемся приезжать в гости туда, где жил наш Маламхамад, их село, их район. Глядя на подобные мероприятия, можно ещё раз убедиться, что Дагестан – это край, где люди разных национальностей живут в мире и согласии. Здесь сплочённость и уважение друг к другу являются не просто лозунгами, а реальностью. Так было среди наших предков, так есть и сейчас. Но важно сделать всё возможное, чтобы было и в будущем. Радость на лицах и теплота в душе. На шее медаль паралимпийских игр. Вице-чемпион Парижа по тэквондо Алясхаб Рамазанов вернулся домой. В аэропорту Махачкалы собрались его самые близкие и преданные болельщики, родные и друзья. Здесь в основном выходцы из Чародинского района, откуда родом спортсмен. Ты сказал об эмоциях того дня, где ты выбрал серебро. Вот эти эмоции можешь сравнить с тем днём, с сегодняшним? Ну, можно сказать, равносильно, да, те же самые эмоции. Я очень рад, что столько людей пришли поддержать меня. Прошлый цикл мне не удалось попасть в Токио. Травмы и где-то неудачи были. Ну, терпение, упорный труд всегда дают свои плоды. Трудолюбие и профессиональный подход к любимому делу. Эти качества всегда отличали рождённого без предплечья левой руки Алясхаба от других сверстников. В тэквондо Рамазанов с 2013 года. Паралимпиада для него мечта всей 11-летней карьеры. Самое тяжёлое было то, что была непредказуемость, будем выступать на Паралимпийских играх или не будем. Последний раз выступали на чемпионате Европы, где он занял первое место. Это было в 2021 году. После этого началась пандемия, потом начались вот эти санкции. И никто не знал вообще, команда будет выступать или не будет выступать. И я думаю, я надеюсь даже, что по окончанию Паралимпийских игр люди на высоком уровне в администрации президента, я говорю, почествуют наших паралимпийцев. Потому что нельзя забывать о таких людях. Они просто... Мы ходим и то считаем себя больными, да. Но те люди, которые в таком состоянии паралимпийцы доказывают, за его золотые медали ставят ещё мировые рекорды, это дорогого стоит. Медаль Рамазанова единственная для российских тэквондистов в Париже. На этот результат работали все. Минспорт, федерация, тренеры и спарринг-партнёры. Они же в один голос и говорят, серебро не предел возможности Алясхаба. Хочу поздравить весь Дагестан с огромной, великой победой. Это за Дагестан единственная серебряная медаль получается. Молодцы ребята наши ещё выиграли золотые медали, серебряные за другие страны. Но за Дагестан это единственная медаль. Я поэтому хочу поздравить всех нас и пожелать Алясхабу, Рамазану и другим спортсменам дальнейших больших побед, чтобы приезжали с золотом, серебром и радовали нас. Останавливаться на достигнутом 31-летний тэквондист не намерен. После заслуженного отдыха он сделает попытку завоевать золото на следующей паралимпиаде в Лос-Анджелесе. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.